здравствуйте дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем детскую толстовку я думаю в принципе ее можно брить по вообще я вяжу для мальчика вот но ее можно приспособить и для девочки это классическая выкройка толстовки капюшон поэтому мой вариант для то есть мой вариант для мальчика ваш вариант как хотите девочки под джинсы ки отлично будет значит вижу вот таких вот размерах то есть три размера вот объединены 104 110 в один размер 116 122 в один размер 128 134 в один размер то есть все цифры будут 1 2 3 3 цифры всегда будет соответственно от маленького к большому соответствует всем размерам ну как бы вот этим вот размером я вяжу на 122 вот вот этот вот размер средний наш размер выбирайте далее пряжа по поводу пряжи что хочу сказать пряжу опять же я вижу из вот этой вот детское чешского производства рекомендации по пляже я вам оставлю чтобы вы попали как бы в мою плотность я сделаю подборку посижу вечерок сделаю подборку рекомендации по пляже другим чтобы вам было легче в общем 100 грамм 416 метров достаточно тонкая но мягкая такая приятная на уши но детская вот основная это основной цвет его нам нужно 150 200 250 граммов так как длина у нас достаточно большая поэтому пряжи нужно немного но у нас такой узор объемный поэтому не тонкое полотно совершенно получается вот и 50 граммов дополнительного цвета вот это по пряжи далее узор видите это это если шпаргалку написала потому что я обычно что тогда забуду сказать значит узор резинка 1 на 1 чулочная гладь и основной узор я вам оставлю ссылочку под видео в описании есть разбор этого узора я его видео еще так кратко пройдусь но есть подробное видео она по ссылке будет вот по ссылке по сути не будет больше ничего вот а еще шнур жгут по ссылке будет так это по поводу узором значит по поводу а спицы не сказала значит спицы у меня два миллиметра тонкие для резинки три с половиной для основного полотна вот отец 2 миллиметра у меня чем-то сейчас заняты девчонки и 2 миллиметра вот такие вот для вязания шнура шнур я же говорю вы перейдите по ссылочке вы его свяжете вот я не буду останавливаться так материал значит спицы носочные и круговые для резинки и для шнура и для основного вязания три с половиной миллиметра плотность вязания 10 сантиметров 25 петель и 10 сантиметров 42 ряда это основной узор по ориентируемся по основному узору спинка резинку не меряем это само собой разумеющееся там уже ориентируемся на основное полотно и так вязание мы начинаем с резинки это понятно видите какие двоечки безобразные так вязание начинаем с рукава девчонки и так как обычно кто со мной уже вязал те знают что у меня размер в сантиметрах в петлях вот три размера соответственно от маленького к большому все цифры да я вижу средний размер на 122 это 16 сантиметров в руках 47 петель и на тонкие спицы так на спицы 2 миллиметра я набираю 47 петель вяжу резинкой 1 на 1 эта резинка у нас будет везде и такой как бы расклад рядов по цветам тоже будет везде то есть два ряда первых мы вяжем нитью основного цвета так первый ряд теперь второй ряд так теперь ребят привязываем дополнительную нить и вяжем 12 рядов дополнительной нитью так теперь вяжем вторым вторым цветом 12 рядов так 12 рядов я провязала этим цветом снова возвращаюсь к основному цвету на этих спицах два ряда так все два ряда я провязала вот они 16 рядов резинки из них такое расположение два значит два 12 и два вот таким образом мы будем вязать все детали то есть спинку переднюю деталь и оба рукава вот начинаем таким вот такой вот резинкой из 14 рядов я это говорю для того чтобы потом не повторяться потом мы к этому возвращаться не будем то есть то есть если спинка мы начинаем вязать все детали кроме капюшона начинаем вязать одинаково значит далее переходим на основную вязку которая у нас состоит из первых двух рядов чулочной глади переходим на спицы три миллиметра спицы два миллиметра мы используем только для резинки всего лишь второй ряд изнаночные петли узор подробно вы посмотрите попробуйте вы все равно будете перепроверять плотность вязания поэтому вы уже с ним знакомы вот это я так просто вот все четыре детали мы начинаем резинкой потом продолжаем вот таким вот образом этим узором вперед спинку ровно я еще на них буду останавливаться подробнее вот а рукав мы будем делать скосы для рукавов при этом узоре это очень удобно вы убедитесь в этом вот для начала мы вяжем первые четыре ряда узора два ряда чулочной глади и сейчас выполняем узор который вы уже должны знать лицевая снимаем лицевая снимаем лицевая снимаем лицевая снимали так до конца ряда так и изнаночный ряд то же самое лицевая снимаем только нить перед петлю лицевом ряду за петлю рабочая далее начинаем со следующего ряда в рукавах мы будем делать добавление чем удобно потому что узор у нас состоит из четырех рядов там где два ряда которые мы выполняем узор и два ряда чулочной глади и вот чтобы не считать петли я приловчилась я добавляла всегда вот лицевом ряду чулочной глади после узора вот когда у нас лицевые петли я вначале после кромочной сделала сделала воздушную петлю и тарах болтаю с вами вот вот таким вот образом за заднюю нить я хватаю вот так вот затягиваю воздушную петлю можно из протяжки кому как удобно после кромочной петли в начале ряда удобно тем что узор у нас состоит из четырех рядов поэтому в начале каждого работа это рапорта я давай делала эти добавления и так на протяжении всего вязания и в конце когда на левой спице осталось кромочная точно так же я делаю воздушную петлю и таким образом я продолжаю вязать в руках в каждом четвертом ряду добавляя здесь петлю и здесь петлю и так вот я провязала девчонки 25 раппортов этого узора и 24 раза я добавила по одной петли вот мой мой как бы размер это для соответствует для моего 116 122 размера я добавила 24 петли на маленький размер добавляем 20 вернее 20 с одной стороны девчонки внимание 40 петель в общей сложности то есть 24 петли это с одной стороны и 24 с другой стороны то есть по итогу у меня на спицах сейчас 95 петель в финале здесь вот все цифры соответственно размер а вот в итоге у меня 95 петель на спицах и теперь я буду делать вот этот вот окат окат делаем одинаково для всех размеров то есть в начале каждого ряда я буду закрывать по 3 петли 1 2 3 провязывая по 2 петли вместе так я провязала лицевой ряд вот я закрыла 3 петли теперь в изнаночном ряду я тоже закрываю 3 петли и так далее то есть в начале каждого ряда и лицевой и изнаночного и изнаночного я буду закрывать по 3 петли тем самым при этом продолжаем вязать основной узор не останавливаемся с основным узором и так вот мои сокращения видите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 9 с этой стороны значит соответственно каждому размеру 8 9 и 10 сокращений здесь тоже самое 8 9 10 сокращений по итогу остается 33 петли 41 петля 47 петель 47 петли 44 45 45 45 45 закрываем петли вот рукава по сути у нас готовы мы разобрались с резинкой и теперь можем смело приступать к спинке и переду там у нас вообще все просто ровное вязание да и все намного проще чем рукав так что вяжем второй рукав и перейдем к спиночке так девчонки следующим этапом у нас перед и спинка значит 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 у нас вот оно количество петель для ваших размеров для выбранного у меня 113 я набрала 113 провязала точно так же как я вязала рукав резинку те же 4 сантиметра 16 рядов 4 сантиметра то же самое мы делаем и со спинкой все вяжем идентично теперь далее переходим так точно так же как рукав на основной узор всего длина ваша длина вашей детали должна быть вот такое вот число мое число 45 до выреза горловины вот до вот этого момента пока я начну делать горловину у меня 35 сантиметров должно быть провязано так 40 большом размере значит мое число 35 вот у меня вот я провязала у меня должно быть 35 сантиметров вот они как раз тютелька в тютельку 35 сантиметров и теперь для горловины я закрываю средних 20 петель горловина одинаково для всех размеров поэтому 20 петель головы бывают у детей раз разные бывает проблема с одеванием как бы протягиваем через голову поэтому на всякий случай делаю горловину пошире вот этот вам как бы компенсировать мы можем тем что стянем капюшон то есть в этой модели это не страшно что сама как бы горловина будет здесь пошире зато у нас будет без проблем продеваться голова значит ой у нас нечетное количество петель девчонки опять я так сделаем значит двадцать одну петлю потому что нечетное количество петель так посредине у нас 21 петля значит здесь у нас 92 разделить на 245 46 петель должно быть до значит до этого то есть я провязываю сейчас 46 петель у меня сейчас узор 2 4 4 3 4 5 6 7 20 40 6 и здесь должна 21 1 2 3 4 5 6 9 10 21 все правильно все сходится значит здесь закрываем 21 петлю 1 2 3 2 2 3 4 так и далее продолжаем по узору далее мы будем сокращать по одной петле и в каждом втором ряду в каждом лицевом так и теперь вот начиная со следующего лицевого ряда в начале ряда просто провязываем две петли вместе вот со стороны горловины и далее по узору так всего сколько сокращение всего 6 раз 6 раз по одной петле и здесь тоже самое 6 раз по одной петле это будет с обеих сторон сейчас мы продолжаем вязать вот эту половинку а потом вот смотрите сократила я 6 петель далее продолжаю вязать ровно пока не достигну 10 сантиметров и то есть пока не достигну нужной мне длины по длине всей детали то есть сейчас я уже вяжу без сокращений 40 петель так сколько же значит так у нас здесь 35 40 45 то есть в остатке то же самое здесь 35 40 45 вяжем ровно здесь конечно я не очень так корректно нарисовала здесь у нас еще ровное вязание вот я довязала сейчас я вам в рядах это девчонки от начала у меня самого узора 172 ряда новые на ряды не очень ориентируйтесь это я так для пера перепроверки больше ориентируйтесь на сантиметры то есть вот здесь вот у нас всего 10 сантиметров горловина переда вот это вот расстояние от начала то есть от резинки вы отмеряете 35 сантиметров и начинаете вязать горловину плюс 10 сантиметров вот эти ряды это ориентировочно сейчас так вот для размеров ряды но опять же это так приблизительно смотрите корректируйте теперь я буду вязать вторую половинку как бы точно идентично этой только закрывать петли я буду вот сейчас вот в изнаночном ряду потому что у нас половину горловина приходится на изнаночный ряд смотрим здесь буду провязывать две вместе вот точно так же как здесь 6 раз по одной петли и далее ровно ровно сейчас скажу раз два три четыре пять тут у меня 22 ряда ровного вязания вот тоже смотрите одни ровно возможно у вас будет на пару рядов расхождения так что касается спинки девчонки вяжем точно так же как и перед вот только к вашему числу добавьте 8 сантиметров потому что до высоты нам не хватает на высоте минус вернее два сантиметра вот до общей высоты вот здесь у нас два сантиметра вот поэтому у меня это 43 сантиметра 35 плюс 8 43 сантиметра и на высоте сорок три сантиметра я делаю этот вырез понятно а вырез у нас 21 петля как и здесь и далее по 33 3 петли два раза здесь два раза три петли и все еще чет 4 ряда вверх я провязала чтобы вот эти два сантиметрика у нас были вот все девчонки и далее далее я вяжу чулочной гладью 4 ряда вот здесь вот этот способ конечно такой рыхленький вначале ну нам это нужно потом увидите вот первый ряд конечно будет такой медленный ничего в общем один ряд лицевые второе изнаночные лицевые изнаночные 4 ряда чулочная гладь так провязала я 6 рядов вот для начала 6 рядов теперь сделаем дырки для этого провязываю 15 петель вот они делаем накид и провязываю 2 вместе лицевой вот она будет дырочка теперь вяжу в конец ряда так не довязывая до конца 15 петель 1 2 3 4 5 6 7 вернее 17 так 15 16 17 и провязываем 2 петли вместе накид и 15 петель до конца ряда вот мы сделали две дырочки далее мы вяжем продолжаем вязать чулочную гладью далее продолжаем чулочную гладью накид изнаночной провязываем смотрим провязала я 13 рядов вот видите из них 6 рядов до дырки в седьмом ряду дырку и 6 рядов после нее теперь я из этого это и заготовки сделаю то здесь всего у меня 13 рядов сейчас я нахожусь 14 ряду и я вот так вот подошью как бы так скажем значит для этого девчонки петлю переснимаем с левой спицы на правую далее так вот цепляем за эту нижнюю то есть поднимаем еще раз значит кромочную я сняла первую пересняла тоже теперь мне нужно за первую первая петелечка за нее уцепиться и одеть ее на левую спицу далее я эту переснятую петлю переодеваю на левую спицу и провязываем вместе обе петли то есть и эту петлю с основного вязания и эту поднятую теперь будет проще там важно было первую раз одели вернули провязали снова пересняли вот таким вот образом придется конечно повозиться но поверьте оно того стоит очень красиво смотрите получается естественным образом без иглы и получается такое двойное себе вязание и так до конца ряда мы это все дело проходим соединяем вот видите как красивенько все получается аккуратненько так и вот мы заканчиваем уже это все занятие так все видите я прошлась по всей длине теперь теперь я меняю нить на фиолетовую и буду вязать далее чулочной гладью фиолетовой нитью пока без изменения ровное вязание и так провязала я девчонки 20 рядов для моего размера вот этой вот как бы другим цветом теперь я буду делать сокращение в начале каждого ряда по одной петле так 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 сейчас показываю вам значит просто провязываем по две петли вместе в начале лицевого и изнаночного ряда с обеих сторон так как капюшон у нас со сгибом то есть это обе половинки капюшона поэтому мы сокращаем с обеих сторон сколько раз я еще вам все расскажу скажу через полминуты продолжение видео так и в изнаночном ряду то же самое то есть с обеих сторон одинаково в начале каждого ряда провязываем по две петли вместе значит что у меня здесь девчонки здесь у меня 12 раз по одной петле это то что я вам говорила что я вам договорил 12 по одной петле вот теперь по итогу у нас здесь остается вот такое количество петель о сантиметрах поговорим когда я это все постираю теперь 156 петель ой 136 петель в моем случае сейчас проверим 136 петель значит теперь мне нужно разделить пополам здесь уже здесь 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 я буду вязать ровно по центру я буду делать убавление первое у меня будет две петли вместе провязана далее будет по 3 почему 2 потому что у нас нечетное количество и нам нужно сделать ведущую петлю вот таким вот образом то есть здесь у нас будет получаться вот такой вот скос если смотреть на капюшон то вот так вот он будет выглядеть в сложенном виде вот благодаря этим как бы 3 вместе в общем макушечка это у нас формируется макушечка и так 68 петель я вяжу вернее 67 68 мы провяжем вместе со следующей 3 4 5 6 6 4 65 66 67 и 68 69 я провязываю 2 вместе то есть вот это центр нашего вязания получится вот это вот петля в дальнейшем эта петля будет ведущая и мы будем провязывать по 3 вместе я вяжу этот ряд до конца и изнаночной так лицевой ряд следующие сейчас покажу как делать эти сокращения по 3 петли вместе в каждом лицевом ряду девчонки так вот я подобралась к этой петелечки которая у меня из этих двух вместе и теперь я ее вот так вот меняю местами с предыдущей петлю и ставлю ее на первое место и провязывать три петли вместе лицевой вот таким вот образом в каждом лицевом ряду мы делаем сокращение сколько же у нас здесь убавление 12 то есть 12 с этой стороны 12 с этой ну 12 раз мы сделали по 3 петли эту по 2 я не считаю вот даже не считаю сколько петель осталось потому что смысл какой значит вот они мои убавления вот так вот полосочка это все дело идет довязала ряд яду вот этой вот половины разделительной полосы и теперь вот эту петельку я переснимаю снимаем снимаем переснимаю на крючок и буду закрывать петли при помощи крючка так значит беру одну петлю задней спицы одну передние спицы не крючочком цепочкой вот так вот провязываем далее то же самое продолжаем и Продолжение следует... Вот все, сшили мы капюшончик, сейчас я все детальки постираю, разложу, они примут форму, я их измерю, чтобы все нам было понятно по сантиметрам, и можно сшить. И так, осталось мне промерить капюшон. Так, вот в сантиметрах наша... Длина вот в целом, вот так вот у меня 34 сантиметра полу в сгибе. Значит, значит, значит... И вот эта вот глубина... 23 сантиметра... Вот, подождите как... Так, да... 23... 22... 24... Вот таким вот образом распределены цифры... Значит, с капюшоном разобрались... Теперь с рукавом... Так, теперь рукав... Рукав давайте промерим... Так, высоту у нас здесь, здесь, здесь нам нужна... Ширина... 36... 30... И 42... Сантиметра... Так, длина рукава общая... 30... 25... Без плюс... Плюс 4 сантиметра... Плюс вот эти 4 сантиметра резинки... 30... 35 сантиметров... Вот... Все... С размерами мы, думаю, разобрались... Так... Теперь сборка, девчонки... Для начала... Для начала... Мы сшиваем плечевые швы... Вот... Я буду скреплять булавкой... И потихонечку у фильма сшивать... Вот... Последовательность... Этого... Всего... Процесса... В том... Что здесь у нас... Капюшончик... Еще... Вот... Таким вот... Образом... Тут у нас... Благо... Все... У нас... Как бы... Совпадает... Ничего... Нигде... Припосаживать... Не нужно... Таким вот... Образом... Я буду сшивать... Плечики... Так... Все... Я сшиваю... Ключевые швы... Так... Вот... Сшила я... Плечики... Видите... Все... Продену... Теперь... Складываем... Вот... Таким вот... Образом... Пополам... Смотрите... Чтобы... Плечевые швы... Как бы... Пришлись... Шов... На шов... То есть... Спинка у нас... Пополам... И... Передняя деталь... Пополам... Беру капюшон... И... Продеваю... Лицевой стороной... Вовнутрь... Таким вот... Образом... Чтобы... Лицевой... Лицевые стороны... Совпали... И... Первым делом... Так... Складываем... Вот... Это... Вот... Она... Середина... Спинки... Мы... Здесь... Крепим... Как бы... Наш... Стык... Капюшона... Который... Сзади... Который... Мы сшивали... Крючком... Далее... Передняя деталь... И... Конец... Одной детали... Капюшона... Прикрепляем... Половина... Средина... Детали... Переда... На нее... Мы накладываем... Вот... Таким вот... Образом... Смотрите... Капюшон... Мы его... Вот... Эти части... Таким вот... Образом... Накладываем... На себя... То есть... Вот... Эта... Серая... Часть... Стыкуются... С... Серой... Частью... Второй... Детали... И... Этим... Стыком... Совмещаем... С серединой... Детали... Переда... С центром... Детали... Что... Я запуталась... В словах... Так... А далее... Остаток... Равномерно... Распределяем... Вот... По... Вот... Этому... Есть... Одна... Половина... Теперь... Эту... Деталь... вот... Прикрепили... и... Прикрепили... Пришиваем... Вот... Так... Вот... Я пришила... Капюшончик... Вот так... Вот... Он выглядит... Здесь... Нахлёст идет... Вот... Она видела... изнанка видите так осталось нам решить рукава и боковой шов значит для этого рукав я складываю пополам центр совмещаю с плечевым швом и вот здесь вот внимательно потому что у этой вязки кромка как бы она чуть растянута поэтому нам нужно ее припосадить вот образом вот видите чтобы чуть ее подтянуть вернее подтянуть рукав до теперь я считаю вот по вот этим пупырышкам раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вот на двадцать втором у меня стык видите по вот этим вот по узору так и считаю по спинке вот и здесь вот делаю как бы стык второй части рукава это чтобы было все у нас одинаково у вас будет своя числа за свое число в зависимости от вашей ну как бы плотности и вот вашего размера и здесь тоже так вот припосаживаем равномерно и пришиваю оба рукава второй делаю точно также как первый все и пришиваю рукавчики видите чтобы потому что чтобы не растянуть вот эту вот часть ее нужно немножко припосадить чтобы она хорошо сидела вот так карманчики пришиты ой и так рукавчики пришиты вот все прекрасно села у нас вот теперь только боковой шуфта по рукаву и по следующим этапом шнурочек я вязала из 5 петель опять же видео у нас под ссылочки в описании под видео подробно и как этот шнурочек полу и вязать значит длина него у меня вы же можете длине короче 80 сантиметров и его я продену в дырочку и завяжу узелки здесь и тем самым закладываю вот они наши дырочки так есть осталось завязать узелки на концах тут натяжение капюшона уже определяете сами вот здесь я завязываю узел девчонки готово вяжите вяжите и девчонками мальчишкам вот такую вот толстопочку все мои хорошие а я жду фотографии и выложу потом вам видео уже с фотографиями все всем пока пока вот она наша толстовочка так отправляется она в город канакова правильно я сказала думаю да моей подружки и ее сыну улички ждите в инстаграме будут фоточки на ребеночке и будет будет надеюсь видео ну будет будет она человек ответственный так что я думаю видео она пришлю ну а вот на данном этапе пока пока так вот ну все в принципе я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока вяжите вяжите очень симпатичная вещица получается а и и Субтитры подогнал «Симон»